Всем бодрого настроения! Думаю о пользе увлажнителей в отопительный сезон, рассказывать никому не надо, и так все в курсе. Если ты взрослый здоровый мужик, то ты вряд ли будешь заморачиваться этим моментом, но если в квартире есть маленькие дети или престарелые родители, этот вопрос становится уже актуальным. С низкой влажностью все борются по-разному. Кто-то просто вешает на радиатор отопление мокрое полотенце, ему хватает, кто-то покупает бюджетный ультразвуковой увлажнитель, я кстати подобными пользовался и не один год. Сегодня же я хочу рассказать про идеальный для меня личный вариант, это увлажнитель одного из суббрендов Xiaomi, называется он Smartme. И в отличие от ультразвуковых моделей, тут кардинально другой принцип работы. Smartme работают по принципу естественного испарения. Внутри установлен барабан с дисками, которые проходят через воду, захватывают на себя капли, а специальный вентилятор прогоняет через них воздух в верхней части, увлажняя его. Пользоваться подобными увлажнителями я начал 3 года назад, сменив ультразвуковые дрими на них. Отказаться от ультразвука меня побудил шум, который они издают во время работы и который мешал мне отдыхать по ночам. Бытует кстати еще мнение, что ультразвуковые увлажнители вредны для здоровья, так как расщепляют при работе не только воду, но и все примеси, которые в ней содержатся. И мол выбрасывают этот коктейль в воздух, которым мы потом дышим. Утверждать так это или нет не возьмусь, лабораторных исследований не видел. Так вот, 3 года назад у меня появилось первое поколение увлажнителей от Smartme и я тогда на него делал обзор, он до сих пор мне служит верой и правдой. Через год появилось второе поколение, которое от первого по факту отличалось только наличием дисплея. И вот в конце прошлого года у Smartme вышло третье поколение увлажнителей, которые я тут же взял на обзор. Он у меня появился еще в ноябре 2023, но я не стал торопиться с выводами, решив его погонять, понять в чем улучшение, различие и стоит ли за него переплачивать, или можно ограничиться его предшественниками. Цены на данный агрегат прилично различаются, можно заказать например на Алике в проверенном магазине 1000 за 8, но придется подождать с месяц. Или купить в ДНС, как говорится здесь и сейчас, с гарантией, но почти в 2 раза дороже. Тут каждый выбирает сам, что ему по душе и по карману. Про комплект поставки рассказывать особо нечего, в коробке приходит инструкция, блок питания и сам увлажнитель. Все. Первое, что бросается в глаза, это то, что данный увлажнитель больше своих предшественников, прилично больше. На подоконнике в моем случае уже помещается с трудом. В третьем поколении выросла мощность, соответственно увеличился расход воды. Если первые модели потребляли 260 мл в час на максималке, то третье поколение расходует уже 350. Соответственно, чтобы компенсировать этот момент и оставить автономность на прежнем уровне, производитель увеличил емкость бака под воду. И теперь в увлажнитель помещается не 4 литра, как было в предыдущих поколениях, а 5. Также, чтобы увеличить испарение влаги, Smartme добавили дисков в барабан. И если в предыдущей модели их было 36, в третьем поколении 38. Диаметр, кстати, как наружный, так и посадочный остались прежними, так что диски тут взаимозаменяемые, что радует. Несмотря на выросшую мощность, максимальный уровень шума у увлажнителя остался прежним, до 50 дБ в максимальном режиме. Самое главное изменение в третьем поколении, это то, что производитель кардинально пересмотрел принцип увлажнения барабана. Он находится в своеобразной такой лоханке, в которую каждые полчаса насосом накачивается вода из нижнего резервуара. Благодаря наличию этой вставки, барабан всегда погружен в воду на оптимальную глубину. Плюс вода дополнительно фильтруется с помощью сетчатого фильтра, расположенного на дне резервуара. На мой взгляд, очень нужный апгрейд устройства, потому что эти модели в том числе работают и как мойка воздуха, то есть воздух, проходя через барабан, оставляет на дисках пыль, которая содержится в нем. Диски, проворачиваясь, очищаются в воде, вода со временем начинает желтеть и дурно пахнуть. Увлажнитель необходимо тогда разбирать и мыть. В первой и во второй версии диски продолжали использовать грязную воду. В третьем же поколении, благодаря системе фильтрации, вода очищается, оставляя весь осадок в нижнем резервуаре. Мыть его, конечно, тоже придется и чем чаще, тем лучше, но вот барабан дольше сохранит свой первозданный вид. Как и предыдущие версии, этот увлажнитель поддерживает долив воды через верхнюю решетку, сперва она попадает в отсек с барабаном, а потом через специальное отверстие переливается в нижний контейнер. Во второй версии уровень воды отображался на дисплее в процентах, но многие пользователи жаловались, что со временем датчик уровня начинает глючить и не показывает верное количество. В третьем же поколении SmartMe решили не мудрить с этим и просто в нижний контейнер добавили прозрачное окошко, с помощью которого можно визуально понять, сколько воды осталось в устройстве. Плюс сохранился звуковой индикатор при стопроцентном заполнении резервуара. С тыльной стороны расположен воздухозаборник и датчики температуры влажности, а также разъем для подключения адаптера питания. У первой модели он несъемный, во второй же и третьей модели их можно отсоединять. Мощность адаптеров разная, у второго поколения 24 ватта, у третьего 9. И тут кроется еще одна загвоздка. Адаптер во второй версии подключается в верхнюю часть корпуса увлажнителя, соответственно там расположена и плата управления со всеми мозгами. А в нижнем контейнере по факту кроме датчика уровня воды ничего нет, и при мытье под проточной водой ничего случиться с ним не может. А вот в третьем поколении, видимо из-за насоса, питание и часть микросхем перенесли в нижнюю часть корпуса. Поэтому при мытье контейнера стоит проявлять осторожность и давать ему основательно просохнуть перед включением. В остальном увлажнители очень похожи друг на друга. С лицевой стороны и у второго и у третьего поколения есть дисплей с двумя сенсорными кнопками. Тут можно посмотреть текущую влажность, включить, выключить, а также выбрать режим работы. Во втором поколении увлажнителей их четыре, минимальный, средний, максимальный и автоматический, а в третьем поколении почему-то средний убрали, оставив только максимум, минимум и авто. При этом должен отметить, что скорость вращения барабана в зависимости от выбранных режимов не меняется. Меняется только скорость работы вентилятора, что гоняет воздух. Все три поколения увлажнителей подключаются к приложению Mi Home, Дружат с Алисой и другими голосовыми помощниками. В программе можно посмотреть текущую температуру и влажность, но учтите, что показания в противоположном конце комнаты могут отличаться от тех, где установлен увлажнитель. В программе можно включить, выключить, сменить режим работы, выставить таймер на отключение, отредактировать яркость дисплея, активировать режим воздушной сушки при низком уровне воды, режим самоочистки, включить, выключить звуковые уведомления и настроить блокировку от детей. При наличии дополнительных устройств умного дома есть возможность создавать различные алгоритмы работы. У третьего поколения в целом функционал схож с предыдущими моделями за исключением разве что режима самоочистки. Если его активировать, то увлажнитель отключает вентилятор, но продолжает вращать барабан, как бы полоская его. Толку мне думается от этого мало, потому что поверхность пластин имеет специальную структуру и чтобы их хорошо промыть, нужно разбирать и тереть губкой. Вот такой вот апгрейд. По сравнению со второй версией мы имеем большую производительность благодаря дополнительной вставке и увеличенному количеству дисков, соответственно его хватает на помещение большей квадратуры, при этом немаловажно, что уровень шума остался прежним. И на минималках этот увлажнитель практически не слышно, что позволяет его использовать в спальне. Появилась система фильтрации воды, подаваемой на барабан, соответственно его реже придется разбирать и мыть. А это самое геморройное в данных моделях. В остальном все осталось на прежнем уровне. Автономность одинакова, при работе в автоматическом режиме все увлажнители я пополняю раз в сутки. Есть датчики влажности и температуры, поддержка приложения, голосового помощника и так далее. Если остались вопросы, задавайте в комментариях, на все с удовольствием отвечу. Всем пока. Продолжение следует...